Проблема плодородия Проблема плодородия Проблема плодородия Проблема плодородия В ученом совете был заключен договор, и вот мы уже в течение шести лет работаем в данном направлении. В 2016 году обратились Мокриков, старший и младший Григорий Васильевич, Василий Иванович, с просьбой помочь понять, обосновать, понять, что происходит именно с почвой и с плодородием. Потому что с рентабельностью было все понятно, с урожайностью все понятно, но дело в том, что скепсис был достаточно высокий среди аграриев, достаточно консервативное сообщество, привыкшее, как дед пахал, отец пахал, и я буду пахать. И многие воспринимали технологию новую, альтернативную, с нашей точки зрения почвозащитную, ресурсосберегающую, во всем мире это признано. А у нас были скепсисы к тому, и он сейчас остается, надо сказать, что некоторые регионы до сих пор очень жестко и ревностно относятся к тому, что применение этих технологий, допустим, Краснодарский край, категорически у них там сложности. То есть там Ставропольский край, то есть рядом расположен, там активно развивается, там Крым, там достаточно, ну там Украина раньше достаточно активно, ну и сейчас, я надеюсь, будет все нормально, будет развивать технологии. В 2016 году обратились, чтобы мы как бы рассудили, да, то есть вот, потому что мы были как бы сторонняя организация, Южно-Федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии. Мы, я там тогда был в то время еще профессором просто рядовым, занимались вопросами плодородия и экологии почвы, да, то есть наше направление это экология, биология почвы. В настоящее время у нас это одно из стратегических направлений университета Южно-Федерального, это 5 всего стратегических направлений для всего, там, и для Таганрога, и вот одно из них, это сейчас уже там последние два года ведется, это направление управления почвенными ресурсами и агроклиматологией. Ну, провели полнейшее исследование по 45 показателям в 28 полях, которые разбросаны на 5000 гектарах, то есть не какое-то поле, да, то есть не какие-то там отдельные какие-то участки, а именно вот все сплошь покрыто участками, которые мы причем параллельно сравнивали, чтобы понять, насколько там одно воздействует на другое, то есть какая разница. То есть мы брали поле, рядом расположено традиционное, поле прямого посева, и вот так вот по всему, по всем направлениям выбрали такие, то есть Григорий Васильевич выбрал нам поля, чтобы мы могли точно ответить на вопрос, как именно вообще, теоретически, да, так мы не только прямой посев изучали, мы изучали и там обычную технологию, причем в разных хозяйствах окрестных, да, и изучали мы это в сезонной динамике, да, там, до пяти раз в год, да, причем мы брали не только почву, ну, как я скажу, химический, но мы взяли, зоологический, да, энтомофауну, да, то есть мы взяли микробиологию практически всю, биохимию, то есть, да, почечные ферменты и так далее, нидерификацию, там, все процессы, которые можно было посмотреть, мы посмотрели, мы привлекли товарищей зоологов, ботаников, энтомологов, там, микробиологов, биохимиков и так далее, то есть там вот тут, ну, то, что сами, то есть мы были специалисты в одной части, мы привлекли наших коллег, которые занимаются теми или иными углубленно, да, то есть, и вот первый же год мы, у нас задача была посмотреть, насколько отличаются, что технология, не губим ли мы почву, то есть товарищи, которые земледелают, то есть их обвиняют в чем, и до сих пор, что они просто уплотняют почву, она переуплотняется, она со временем садится, становится малопродуктивна, и рано или поздно будет какой-то кризис. То есть мы вопрос эти изучали, то есть мы пояснили, да, есть некоторые уплотнения, потому что одно дело рыхлится, другое дело не рыхлится, но этот процесс, он обратим, то есть он там садится, то есть летом, допустим, все очень уплотняется, на прямом посеве чуть больше, на традиционных технологиях чуть меньше, а весной все возвращается обратно, то есть это такой цикличный процесс, но нет такого, чтобы с каждым годом все хуже, хуже и хуже, то есть он уплотняется, да, там, 1,3-1,4 грамм на сантиметр кубический, то есть там, допустим, летом, когда все очень высыхает, а зимой, то есть там и весной, то есть оно возвращается к единице примерно. По сравнению с традиционными, классическими полями, поля наутил более уплотнены или нет? Смотрите, ситуация такая, во-первых, это зависит от сезона, потому что если вы приедете, поле, то есть там не пахнет, там как бы пропашное, то есть обычного посева, оно тоже будет жутко высохшее, но дело в том, что, во-первых, это летом не всегда нужна вегетация, да, то есть там... Сейчас, извините, давай, чтобы не цеплялась, хорошо. Вот, есть некоторое уплотнение, но цилинные залежные почвы, они тоже же не рыхлые, то есть они тоже такого, то есть мы выяснили к концу, там, там, 3-4 года, что происходит приближение к залежным почвам, то есть это же одно из направлений наших, да, то есть прямой посев, мы занимаемся залежами, цилинами, там, участками, там, заповедиками, идет приближение к естественным условиям, то есть это, как мы называем, природоподобная технология, да, тут мы тут как бы чуть-чуть шкарябают ее, и идет дифференциация, то есть пахотный грызон постоянно перемешивается, он достаточно равномерно обогащен там различными веществами, а тут идет, то есть как бы, вот тут идет чуть-чуть несколько сантиметров, а все остальное остается как прежде, и оно постихонечку начинает дифференцироваться, приближаться к естественным, да, то есть к цилинным пока естественно не приблизится, да, а к залежным, там, летний залежный почвам, то есть приближается, идет дифференциация, накопление органического в поверхностном горизонте самое главное, что мы выяснили, то есть почему микробиология хорошо там действует, почему энтомология, несмотря на то, что интенсивность химизации чуть повышается, сохраняется все-таки, биоразнообразие даже повышается, потому что мульчирующий слой, который образуется, почему там нет эрозии, эрозия прекращается, потому что она закреплена все, то есть это стерня, это мульчирующий слой, который покрывает там 1-2 см, у нас он небольшой, потому что мы не только этим хозяйством там занимались, мы специально потом, когда увлеклись этим делом, мы проехали там по югу России, начиная от Савропольского края, вот здесь была экспедиция в семнадцатом году, до Оренбуржья, то есть по всей степной зоне, там через это, и мы проехали совместно там с фирмой Сингент, там у них был запрос такой, мы проехали по всему региону, мы смотрели вот эти вот прямой посев в разных тех местах, то есть и вот тут у нас идет несколько больше осадков, там 360, там в последние годы чуть больше, да, то есть по сравнению с Тавропольским краем и восточно-сальскими, там нашими степями, тут у нас все-таки чуть побольше, да, то есть влаги, там накопление больше идет там этого мульчирующего слоя, вот, и мульчирующий слой препятствует испарению, да, то есть и получается такая ситуация, что накопление влаги, оно как бы одинаково, вот сейчас оно примерно одинаково, вот тут, ну, за счет снегозадержания, то есть, конечно, будет больше немножко на полях, но оно и на традиционном посеве сейчас нехорошее, да, а самое важное, что проявление разницы получается в критический период, да, вот там июнь, июль, август, вот в эти сухие годы, они поля, благодаря лучшему пропитыванию, то есть зимой, она сохраняет ее, не просто она накапливает, она предохраняет от высыхания, и получается, что влага сохраняется в течение всего вегетационного сезона, да, то есть, вот даже в прошлом году, то есть, мы из Григория Василий чем-то решали там по покровной культуре посмотреть, которая рекомендуется посевом, мы скептически относились к этому вопросу, потому что влаги не хватает летом, чтобы еще один урожай вырастить после зимы, да, то есть, и вот он считал, что там высохло, мы приехали, оказывается, даже вот в августе месяце можно было посеять и вырастает потом, потому что именно на этих полях сохраняется влага долго, и в критический период разница растет. Может быть, глупый вопрос, вы меня извините. Что говорят те, кто переходят на наутил? Возможно, такая ситуация, что когда прекращается вспашка почвы и чизелевание в том числе, то идет как бы расслоение почвы на слой, где есть аэробные и анаэробные бактерии. Там, где эти анаэробы обитают, почва становится очень плотной, и дальше корневая система не проходит, и, в общем, мы только вредим. Что видите вы, как наука? Что происходит? Смотрите, еще раз, весной, когда все растет, да, то есть, там, то есть, вообще проблем таких нет, то есть, никакого переуплотнения, когда мы начинали вот эти вот пять, мы сейчас же седьмой год исследования проводим, цикл изменения плотности, он одинаковый. Весной она рыхлая, влажная, да, то есть, она легко проницаема для корней, легко это, летом усыхает везде, да, то есть, там, до 1,3-1,4 повышается, ну, на пропашенных чуть больше, там, на этих чуть меньше, но благодаря амульчирующему слою, верхний слой, то остается рыхлый достаточно, да, то есть, ниже, как нам вот убеждали, мы же несколько раз выступали на конференциях на различных, там, в том числе, ассоциации прямого посева, там, на конференциях научных, да, нам говорят о плужной подошве, да, то есть, ну, я вот как по человеку, который работал в южней Гипроземии, когда-то, в 90-х годах, пока он еще был, то есть, я плужную подошву видел вообще несколько раз в жизни, да, хотя я выкопал несколько тысяч разрезов глубоких по всему югу России, да, и плужную подошву наблюдал всего несколько раз, то есть, там, похоже что-то такое, да, вот, тут, когда мы, ну, данные представляем, да, вот, мы там, вот показываем пенетрацию, то есть, до полуметра мы прибором пробиваем, да, то есть, и показываем, ну, нет ее просто плужной подошвы, она есть, разница в чем, то есть, когда уплотняется верхний горизонт, труднее пробить, но когда ты его пробиваешь, да, то есть, там, он дальше идет, благодаря влажности сохраняющейся, сохраняющейся, то есть, идет даже рыхлее, чем в обычной, то есть, почве, ниже пахотного горизонта, вот, переуплотняется, то есть там, ну, переуплотняется до 1,3-1,4. Критически считается 1,4, там 1,3, то есть там ухудшение. Но это лет в том, когда вегетации практически нет уже, да, то есть мы уже зимую собрали по большому счету, а на пропашных корни уже гораздо глубже. Вот, и самое главное, этот процесс обратим. Про пожневные остатки и что с ними случаются? Есть такая страшилка, что если вы правильно вовремя не заделаетесь стерню, ну, там, все, что осталось на поле, то это все не станет органическим веществом, а просто распадется, улетучится. Вот, что говорит наука? Это миф. Я вам скажу, что наука, говорит наука экология, что все о равновесии, понимаете? Если вы переводите почву в другое состояние, оно не будет у вас никак к цели мне никогда не приблизиться, да, потому что там совсем другие условия, у нас тут другое требование от этого, получение урожая, мы отчуждаем урожай, то есть никогда не будет у вас столько же, сколько на цели не, там, кто-то пугает, там, содержание гумуса понижается, но оно же потом стабилизируется, дальше снижает, дальнейшее снижение есть, оно приходит на другой уровень. Просто мы делали для зоопарка, я просто немножко отвлекусь, да, опыты, то есть как вот в вольерах заорстовского зоопарка, мы там работаем с ними, чтобы пахло меньше, да, то есть потому что там твердо это убирать можно, да, а жидкое никуда не, там, годами, да, то есть достаточно большие животные, крупные, так вот мы вносили туда 10% опилок, так вот опилки через полгода ничего от них не остается, то есть они полностью исчезают, причем не изменяя содержание гумуса в почве, потому что оно все равно в равновесии, то есть вы не напихаете туда органическое вещество, чтобы оно все перешло в гумус, оно переходит в углерод, в СО2, да, то есть потому что микрофлора перерабатывает ее, в гумус она перерабатывается условно, до какого-то там оптимального там слой, вернее даже не оптимального с точки зрения там плодородия, с точки зрения состояния равновесия с природой, да, то есть вот оно столько, больше вы никак не можете там на полгода повысить ее, оно потом все равно вернется к состоянию исходному, то есть поэтому это то же самое, то есть в России как масса тела, да, то есть оно соответствует тому, как вы, сколько вы занимаетесь там нагрузкой, вы можете ее там снизить, оно потом все равно вернется, то есть там потому что ну тут вот то состояние, которое вы соответствуете То есть, двигательная активность То же самое с почвой То есть, это наука экология, она отвечает на те вот эти доверения То есть, состояние природы, то есть, оно не будет Изменяться Если вы думаете, что вы будете солому запихать в почву И там ее разложить Она превратится в гумус, ничего подобного То есть, постоянное рыхление почвы, культивации И там, вспашка Приводит к чему? То есть, мы делаем, допускаем, аэрацию увеличиваем То есть, мы постоянно ее рыхлим Мы постоянно пытаемся сделать так, чтобы этот слой был рыхлый То есть, насыщенный кислородом и так далее Но этот доступ к кислороду приводит к тому Что реализационные процессы повышаются Да, усиливаются И вот, собственно говоря, мы это показывали Что там эмиссия углекислого газа сразу же увеличивается То есть, естественно, что при этом Ускоряются биологические процессы То есть, связанные с окислением Прежде всего Вот, поэтому, вот это основа-то, собственно говоря Почему целинные почвы залежные Когда переводятся, они первые 2-3 года Теряют до 3 содержания гумуса То есть, а потом этот вопрос стабилизирует То есть, сначала резко теряется, да, потом стабилизирует этот процесс И он остается, вот в наших условиях, на 3-3,5% гумуса То есть, при том, что в Персиановской степи Там около 7%, то есть, до половины теряется В верхнем горизонте Вот этот вопрос, увеличение аэрации и рыхления, культивации и так далее Оно и приводит к снижению содержания органического вещества и гумуса прежде всего Наутил хорошо влияет на почву? Положительно? Он идет к улучшению ее плодородия? Повышение практически тихонько идет То есть, ну не так, что прям сразу там вы перешли на наутилу И у вас стало прям все замечательно Да там даже через год, через два То есть, нужна длительная То есть, да, все работы основанные, то есть, на сравнении То есть, позволяют говорить о том, что это 10 лет, там, 8 лет, минимум надо Чтобы тогда плодородие увеличалось То есть, вы можете урожай начать там с первых там лет Больше получать, да, на рентабельность вернее То есть, там больше Урожай может быть даже и не меняться Просто у вас по один разу снижается применение горючего То есть, на этом рентабельность Вы просто меньше вкладываете затрат А урожайность примерно такая же, может быть, или выше А может быть ниже Но рентабельность все равно будет выше А плодородие, это сложный вопрос Потому что мы изучали, то есть, разные там, да То есть, микробиология там, да, увеличивается Бактериальная флора там Грибная флора повышается Энтомофауна зависит от химизации Средизм химизации Но человек, ну, не подавляется, то есть, там, то точно То есть, там, там, что-то сказать, что здесь вот там живая почва А здесь неживая, нет такого Вот, то есть, поэтому То есть, прям так сказать, что это такая-то панацея Для повышения плодородия, нет Но, если эрозионные процессы дефляции То это безусловно То есть, потому что на этих полях практически нет эрозии Да, даже если склоновая территория Благодаря тому, что она вся вот в терне То есть, во-первых, правильно Разбивающая способность капель уменьшается Да, то есть, структурность гораздо выше Структура почвы улучшается, да И когда структура увеличается То есть, влага быстрее пропитывает То есть, она не застаивается Оно уходит быстро То есть, по корням, по межагрегатным, там, вот этим порам И так далее Кроме того, само мульчивое числое Оно задерживает, впитывает И переводит внутрепочвенный исток Поэтому вот на эрозионно-опасных И дефляционно-опасных Это безусловно Потому что, особенно, вот это ранее-весенние Эти бури, да, пыльные И осенние бури Летом-то чаще всего их нет Потому что вегетация все закрыта Вот поэтому в наших условиях Особенно при условии, там, открытые пространства Лучше не оставлять Это тоже большой эффект оставлять Потому что у нас вот и повторяемость пыльных бур Мы про них уже забыли там лет, там, 10 назад Их там уже и слышать забыли Что там когда-то они были А вот там последние годы несколько То есть, подряд, осенью получаем Достаточно интенсивные бури То есть, там, и с Востока области То есть, там, и с Калмыкии То есть, в этих условиях, естественно Что это вообще, как бы, ну, практически панацея от этого Что вы наблюдаете в почве? Вот в хозяйстве образцовом Где все, воборот, я так понимаю Богатый Да, богатый, разнообразный Все-таки накапливаются патогены или нет? Смотрите И становится ли больше и такой состав? Не-не-не, смотрите, Василий Иванович, смотрите Я был просто на семинарах, то есть, там, сингенты по фузариозам и так далее Да, то есть, немножко к теме, хотя это не совсем моя тематика Да, то есть, вот, но что такое фузариозы? Да, это грибное заболевание, когда обостряется, когда влажность повышается Да, то есть, когда влажность, ну, так же, как и для винограда Там, для других, они всегда от влажности реагируют Да, и влажные годы, особенно прохладные То есть, эти фузариозы, там, они и другие заболевания растений Они усиливаются, это приводит к потере качества урожая Да, я, Григорий Васильевич, мне показывал эти Качество зерна, оценка, то есть, на элеваторах и так далее Что фузариозов нету, то есть, не обнаружено То есть, в этом конкретном хозяйстве Да, то есть, вернее, не то, что нет его, то есть, но он не катастрофичен Как вообще для некоторых регионов нашей страны С чем это связано? То есть, во-первых, повышение биологической активности, которую мы наблюдаем Микрофлоры, то есть, оно, есть такое понятие о супрессивности почвы Да, то есть, это когда высокая биологическая активность, собственная, аборигенная Она препятствует прониктовению других патогенных, в том числе микроорганизмов Они просто ее не пускают, потому что там некуда, как бы, пытаетесь войти А там, там своих уже, там много, да, занято, так и есть, занято И они ее быстро, ну, это и болезнетворно, там, и другие То есть, это касается заболевания человека, да, то есть, они стерилизуют ее Ну, то есть, не стерилизуют, а убивают То есть, вы, в этом, на этом основана, вот, моя скепсия с биологическим препаратом То есть, потому что, там, якобы, там, вот эти повышающие, там, какие-то, там, стимулирующие средства В нашем черноземе все это есть Все это есть, ну, есть правило, там, берлинка, да, то есть, когда там все есть всюду, то дело в количестве То есть, там, то есть, оно, почва настолько обогащена микрофлорой Там, миллиарды бактерий, это на один грамм И километры гиф-грибов в одном грамме, да, то есть, что в оптимальном состоянии Туда проникнуть, то есть, невозможно, там, извне То есть, они просто будут быстро инактивироваться, да, вот в бедные почвы, да То есть, какие-то песчаные, или какие-то, там, нарушенные, стерилизованные Там можно, там, как-то ее попытаться, там, извне заселить А хорошая почва, это понятие супрессивности Оно есть, ну, если посмотреть терминологию Оно препятствует этому И как раз в тех почвах, где не прерываются биологические процессы Почти, в связи, там, с пересыханием и так далее То есть, эта супрессивность высокая И благодаря этому снижает, да, ну, кроме того, правильно, есть еще Все в обороты, да, то есть, отсеять Одно дело, там, озимую по озимой, там, возделать, там, или какие-то, там, озимую Или, там, на двуполе перейти озимая, там, подслончик озимая и так далее То есть, это совсем вещи страшные для почвы То есть, в свете связано, в основном, фазариозы А не с каким-то, там, применением прямого посева Тем более, в Краснодарском крае его практически нет То есть, там, прямого посева Там, посмотрите, там, а проблема есть фазариозов То есть, так что, связывать это с инсильным развитием никак не приходится Ну, все-таки, что происходит с микробиотой в почве наутильщиков По сравнению с почвой классиков? Она накапливается Микрофлора? Микробиота становится больше Может быть, становится больше грибов, там Или становится больше только бактерий Смотрите, еще раз повторяю Влажность, высокая, повышенная влажность То, что нужно микробам? Им нужно тепло, влага, пища Пищи много, да, то есть, потому что органическое вещество есть Вот этот мультирующий слой и так далее Ну, там, собственно, и потребляет его Влажность повышена То есть, а у нас критична именно влажность Температура у нас, как бы, то есть, нету критических проблем с этим, да С хорошей температурой А влажность, она критическая То есть, поэтому пересыхание слоя Она приводит к прерыванию микробиологических процессов Когда у вас влажность повышена Даже, вот, в литературе пересыхания Засухи, то есть, летний Все равно микрофлора Сохраняет свою активность, да То есть, ее, ну, то есть, мы там Показали, там, в разных, там, в разных годах Ее в целом выше, да То есть, есть Как это называется, варьирование, да То есть, потому что мы попадаем Потому что микрофлора, она, там, даже суточная Имеет вариацию, то есть, там, 20 минут, там Генерация следующей клетки Поэтому тут очень высокая активность Но в целом выше Грибов в целом больше Потому что мы, собственно, сохраняем Это как подстилка в лесу То есть, он микориза То есть, там, грибы, там, там, плодовые Тела выращивают, да В целом повышается микробиологическая активность Ферментативная активность и так далее Все биологические процессы Сохраняются и усиливаются Именно это может и препятствовать Там, ну, там, кузариотам и там Другим, там, каким-то заболеваниям Которые приходят Вот, ну, мы провели серию экспериментов И поняли, что вот такого Катастрофического влияния То есть, не оказывать даже высоких дозок Ну, потому что иначе было бы Уже давно бы их засудили бы, да То есть, с точки зрения растений Возможно, да То есть, там, естественно, что там есть Там, ну, собственно, льда против них Но они направлены Мы смотрели с точки зрения микрофлоры И ферментативной активности, да То есть, там, ну, и ряд, там, других показателей Которые экологическое состояние влияют, да И, да, и достаточно разные дозировки В том числе и катастрофические, да То есть, ну, там, повышенные и сверхповышенные Да, то есть, рекомендуемая То есть, выше, там, там, ряд, там, пять различных доз Провели серию экспериментов То есть, несколько месяцев это длилось То есть, потом мы представили Где-то, может быть, в каком-то из этих Можно посмотреть, там, именно Количественные какие-то придержки Но в целом, в целом Никакой катастрофы для экологических свойств нет Даже есть ряд показателей Которые могут измениться Причем, как положительные, повышающие Ну, там, допустим, ферментативная активность Там, где ряд, там, ферментов То есть, там, регулирующих тот или иной цикл То есть, что такое ферменты? Ферменты, это как биологические катализаторы Которые катализируют, там, кто-то или иной реакцию То есть, есть углеродный цикл Есть азотный цикл, фосфорный цикл и так далее Они могут меняться, да Но в целом, в целом Если посмотреть по динамике По сверхвысоким дозам Есть, когда очень высокую дозу Там, там, стократную, да, тысячекратную Там, да, есть какие-то подавления Опять-таки, временные Временные, да То есть, из-за того, что селективность высокая Сейчас, все-таки, этих веществ И они достаточно деградируют Хотя, сохраняются в почве достаточно долго То есть, но деградация происходит Мы не смогли сказать, что они однозначно плохо влияют Особенно в рекомендуемых дозах Да, то есть, там, доказать вот эту вещь И они очень незакономерны Понимаете, одна доза может, там, небольшая понизить Другая повысить и так далее То есть, вот этой закономерности не наблюдается Подытоживая, так сказать, нашу беседу Вы изучали в течение почти седьмой год Седьмой год, да Шесть лет полных и седьмой год Что происходит все-таки с почвой, которая находится в системе наутил О структуре, первый вопрос Ну, смотрите Первый вопрос Изменяется экологическое состояние С точки зрения температуры и влажности Там микроклимат, там, немножко меняется То есть, зависит от того, какая культура, опять-таки Это влияет дальше То есть, на влажность, соответственно, почвы И на физические, другие физические свойства Плотность сложения, понятно, она немножко увеличивается То есть, до определенного предела Опять-таки, от сезона зависит И структуривание, естественно То есть, структуривание и водопрочность агрегатов То есть, структурных отдельностей повышается То есть, это мы на всех практически полях Потому что, собственно, почему Эрозионные процессы и проницаемость воды Снижается при традиционной технологии Потому что вы разрушаете структуру Она становится такая полеватая или глыбистая И, соответственно, она не может глубоко То есть, водопроницаемость изменяется То есть, водопроницаемость гораздо выше Благодаря структурности и прочности структуры Ее не так просто сломать, грубо говоря Соответственно, с изменениями экологических условий То есть, повышением влажности Изменяется биота Микрофлора То есть, повышается активность ее Увеличивается количество, обилие То есть, и грибов, и бактерий И сохраняются они в течение всего года Эта активность, что важно, нет прерывания летнего То есть, которые в засухе Содержание, там, воловой состав практически не меняется Химизм практически не меняется Имеется в виду, там, ПА Имеется в виду, там, содержание солей Легкорастворимых, там, каких-то других Других, там, химических свойств То есть, биология меняется То есть, биология усиливается Причем, в течение всего 7 года Это видно Но это мы связываем с мочевающим слоем И с влажностью Вот, мы посмотрели, там, вопросы загрязнения Там, и, там, металлами, там, тяжелыми И, там, первый год мы следили, там, за органическими Существами, такого мы не отметили То есть, разницы никакой существенности Основной технологии нет Идет дифференциация, постепенная дифференциация Пахотного, бывшего пахотного слоя 30-сантиметрового Который, то есть, в пахотном слое Он равномерный, то есть, на всю глубину Здесь идет постепенная дифференциация То есть, содержание гумуса здесь увеличивается Здесь еще снижается, ну, то есть, не то, что снижается, а оно За счет увеличения верхнего горизонта происходит, прежде всего То есть, он просто увеличивается, а там не изменяется практически Вот, но сказать, что улучшается гумус состояние Повышается содержание гумуса Однозначно утверждать нам сильно, прям, что так вот Кардинально нет Это надо доказывать математически То есть, да, там есть никакая тенденция к увеличению Тенденция, потому что я не могу сказать, что там вот Мы там, там, за 6 лет гумуса стало гораздо больше Но, мы еще раз повторяю Содержание гумуса, это одно Органическое существо, это другое Это два разных параметра Органическое существо повышается гораздо больше Но мы его, когда гумус делаем, мы его все убираем Это Вернадский еще об этом говорил, что это неправильно Потому что мы не учитываем все вот это, то, что мы сгребаем Отгребаем, убираем, то есть, и так далее Естественно, что благодаря этому червящему слой, который мы просто не учитываем То есть, он происходит как бы одинаково, почти одинаково Хотя мы делали в других районах Да, в Сальском районе, как в Гальницком районе Там идет накопление большее, чем здесь Потому что там суше Из-за того, что там суше, там идет накопление Ему червящий слой побольше И хотя с этим тоже проблема возникает Когда слишком много, тоже нехорошо Вот если так коротко, да То есть, биоразнообразие в целом улучшается То есть, там для микроорганизмов и для мезофауны То есть, потому что мы, собственно говоря, их среду обитания меньше нарушаем То есть, собственно говоря, товарищи, которые приезжают на прямой посев на технологии Это американцы и другие То есть, они говорят о червях, о каких-то там других Что там нельзя заезжать и так далее То есть, я не скажу, что какие-то там кардинальные отличия есть Именно в почвенных червях или каких-то там других То есть, они зависят от химизации, от других От влажности, опять-таки, или там их найти вообще То есть, там достаточно сложно Вот, то есть, не могу сказать, что там прям какие-то там кардинальные Там разницы, то есть, ну, нету и ухудшения То есть, это мы делали много раз Вот, то есть, фаунистический, то есть, комплекс смотрели Вот, агрохимия зависит от применяемого там средств То есть, там, да, то есть, когда там средства различные применяют Это в основном от этого зависит Ну, тоже никаких там каких-то там других кардинальных отличий от прямого посева Прямого посева от традиционной технологии нет То есть, да, то есть, что там зафосфатчин, что там, какие-то там еще там вещи Мы такой не наблюдали Вопрос последний Ваши труды можно как-то купить, приобрести? Ну, и в открытой печати их публикуем, да, еще раз говорю У нас десятки публикаций по нашим, по тем или иным там показателям Есть в агрофизике, в агрохимии, в агрохимическом вестнике Там, в земледелии, в журналах и так далее Мы там не скрываем, да, то есть, там, мы, собственно, печатаем Для того, чтобы людям показать, да Монографии мы передаем тем, которые нужны Там, в электронном варианте, потому что печатные там, они как бы менее распространены, да Мы единственные, не только на юге То есть, ну, я бы сказал, в стране знаю литературу Которая занимается именно таким аспектом, да То есть, не урожайностью, там, не этим, да А именно, там, почвой, там, плодородия, экологическим состоянием Вообще в России Потому что есть, там, исследования в Ласенко, там, в Западной Сибири Есть, там, товарища Дридиггера, там, в Старопольском крае Там, какие-то там еще есть, там, в Курской области, Белгородская То есть, но они смотрят немножко другое То есть, там, прежде всего, растениеводство То есть, там, земледелия мы делаем, смотрим в основном Почвенные и экологические, там, вот эти вот части, да То есть, которые нам близки, там, биология, биохимия, микробиология, экология Да, вот с этой точки зрения мы эти... Работаем...